Привет, Китай! С вами Песфан, и сегодня у нас игрушка для мажоров. Шпионский беспилотник или просто офигенный квадрокоптер. И это говорю не я, это говорят китайцы. Сэкономить на покупках в интернете реально. Сервис Letyshops.ru позволяет экономить до 30% с каждой онлайн-покупки в более 500 популярных магазинов. eBay, AliExpress, LaModa, Asos, M-Video и многие другие. Пользуясь Letyshops.ru, вы сможете выводить от 500 рублей. Также для удобства пользователей разработано дополнение для браузера Google Chrome или Яндекс. Установите его и проверяйте наличие кэшбэка на страницах магазинов. Хотите получить двойной кэшбэк с интернет-покупок на протяжении трех дней? Как это сделать? Смотрите в описании под видео. Народ, настал тот момент, когда на канале дико будет много квадрокоптеров, потому что, ну, тема действительно актуальна. Конечно, не сезон, но все равно можно тестировать. И вот сейчас офигенная погода выдалась, когда можно летать. Но китайцы меня вот дико реально достали. Знаете чем? То, что квадрокоптер вот сейчас, по сути, пока мы не распаковали эту коробку, я не могу сказать, как он называется, потому что у него типичное китайское название. Набор букв, набор каких-то символов, непонятно, кто делает этот квадрокоптер, кому претензии предъявлять, ты не знаешь. То же самое творится и с регистраторами. И у китайцев это болезнь. И болезнь, наверное, непрекращаемая, потому что все дело упирается в бабки. Таким компаниям удобно производить ОИМ-продукцию, и все охеренно. Но я могу сказать одно, что квадрик стоит 65 баксов на гикбайинге по скидке. Ссылка будет в описании, переходите, посмотрите. Потому что, может быть, сейчас еще какая-то там будет скидка, но последний раз он стоил 65 баксов. И квадрик, по крайней мере, как заявлено по характеристикам, должен стоить свои цены. Здесь вот такая вот пафосная ручка. Во, во, во. То есть мы понимаем после этого, что когда мы видим 007, то есть китайцы, они любят какой-то известный бренд захерачить на коробку. То есть типа агент 007 и квадрик отсюда. То есть именной прямо от агента квадрик. Ну это китайцы, вы знаете эту тему. Что я могу сказать? Самое главное его отличие от всех тех уже, которые были. Последний был, как там, Sima X5C. Офигенный квадрик, который мне понравился, на который будет, скорее всего, обзор. Он мне понравился тем, что ты просто достал его и полетел. Не надо ничего абсолютно делать больше. Он летает как надо. Его не надо калибровать, ничего, с коробки полетел. То есть для народа, который ни хера в ничем не разбирается, это будет офигенно. Этот квадрик, в принципе, типичный представитель вот этой вот категории. Все есть, то, что и там было. Камера 2 мегапикселя, 6-осего, 4-канальный, 2,4 гигагерца у него аппаратура. Батарейка 380 мАч. Как обещают, как всегда, 7-8 минут. Я уже предлагал китайцам, давайте захерачим нормальный квадрокоптер, чтобы он летал, ну, примерно хотя бы минут 15. Как-то попробуем увеличить батарею. Батарея тоже, я так думаю, типичная. Но чем он отличается вообще от всего, что до этого было? То, что у него есть Wi-Fi. То есть вы не просто летаете и снимаете не пойми чего. У вас сразу ставится на пульт. Сейчас покажу. Планка. С помощью нее вы можете прикрепить свою мобилу прямо к пульту. И все вот эти вот известные волкеры и так далее, которые используют при съемке там фильмов и всего остального, они тоже действуют по такой схеме. Короче, все это дело выглядит вот так вот. В комплекте все есть. Единственное, что неудобно, ну, реально, народ, ну, китайцы тем более, это великие рукодельники. Ну, можно было бы что-то интереснее придумать. Ну, что это такое? Вот, получается, вам и отвертку в комплект положили, и вам нужно будет вот по винтику заворачивать, чтобы это все дело у вас держалось. Ну, китайцы, бред. Вот такая вот балда у вас будет постоянно болтаться. Для чего она нужна, я не дорассказал. То есть мы сюда берем смарт и вставляем. Удобно. Плюс здесь есть Wi-Fi. Соответственно, по Wi-Fi мы подключились к квадрику, и когда мы летим, мы видим, куда летим. То есть у нас в прямом эфире прям здесь транслируется через приложение изображение. Офигенная штука. Еще у дешевых квадриков я, в принципе, такого не видел. 65 баксов, и у вас такая незаменимая функция. То есть уже сразу плюс по сравнению с Simi X5C. Ну, а еще что главное я бы сказал. Китайцы, я нагнал на вас дико то, что у вас нет ни фирмы, ничего. Есть доминг 007. То есть это модель 007, Wi-Fi, а вот фирма есть, DM доминг. Поэтому извиняйте. Дальше что я рассказываю по поводу квадрика. Сам квадрик, вроде по характеристикам я все разложил, сам квадрик. Сам квадрик выполнен в таком вот дешманском стиле. Да, народ, вы очень любите дешманский мой стиль. То есть вы вот это вот все обсуждаете. Ну, давайте будем говорить убогий. Не шедевр. Я не знаю, как это все обозвать. Ну, вот такой вот дешевый пластик. Ну, сразу видно, дешевый пластик. То есть если ты видишь вот эту Sim, ты сразу видишь качество. Здесь дешевый пластик. То есть на первый взгляд очень невзрачный. Очень невзрачный. Слава богу, спустились откуда-то китайские бога и сделали, смотрите, что. Помимо того, что есть новый аккумулятор, он более мощный выглядит, чем до этого, допустим, на Simi. Может быть из-за того, что Wi-Fi есть. И, скорее всего, он жрать будет больше. А хотя летает так же 7 минут. Ну, появилась вот такая вот зарядка. И эта зарядка реально шедевр. Потому что до этого все было обычный USB кабель. Надо вставлять в комп. А как понимаете, через комп, через USB намного хуже заряжает. Хотя здесь сейчас, смотри, сколько выход, 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 выход. Ну, здесь тоже мелочь должна. Да, 450 мАч. Тоже мелочь. Ну, все равно удобно. Лоткнул в розетку и не надо париться, чтобы он рядом с компом болтался. Дальше. Открывается вот такой вот кейс. Здесь прикреплена камера. Камера может угол регулировать. То есть, вот так вот очень кр-кр-кр-кр. То есть, вот так вот немягко, неподвижно, очень жестко регулируется этот угол. Но отсек для аккумулятора большой. И, наконец-то, китайцы об этом позаботились. Вот. Всегда мелкие отсеки. А что еще интересного? Знаете, что они писали? Говорят, есть у этого кадрокоптера ночной режим. Ну, китайцы, они могли, конечно, очень красиво сказать ночной режим. Потому что я сомневаюсь, что здесь прям есть какой-то специальный ночной режим. Ночной режим, наверное, они имели в виду, что вот эти вот фонари светятся. Все. Вот, наверное, весь китайский ночной режим. То есть, начнем с того, что мы вот эту херню даже не смогли отметить. Да, даже вот этот вот способ, который должен якобы угол регулировать, я думал, все, вытащить можно и оставить ее, вот эту плюшку только. Нет. То есть, вот эту беспонтовую фигню мы пока оставили. Квадрик вырубили. Начнем сразу с минусов, которые я заметил. Пока я не забыл, я расскажу, что на том же самом симе, который стоит 50, но также примерно баксов, у него есть включатель-выключатель. И это реально удобно. То есть, вот, ты, представь, если ты будешь постоянно выключать, полетал там 2 минуты, выключил, ты раздрочишь вот эту крышку полностью, которая и так херово снимается. В итоге она у тебя когда-то снимется вот с этой, с камеры и вот со всем остальным. Поэтому, жесть, дикий минус, да хорош такой, злой. А, и еще, знаете, какой прикол? То, что здесь есть два режима. Первый режим это, типа, для новичка, и второй режим для профи, когда-то уже, типа, офигенно научился летать, ну, такого на симе, признаем, не было. И 360, вот эти вот, выполнение трюков, полетов тоже есть. Давайте посмотрим просто вообще, как он летает. Ну, вот, вот, знаете, реально, вот я сейчас ничего не делаю, неплохо держится, но что я могу сказать, то, что по звуку, по звуку это, это намного хуже, чем... Смотри, он как дебил вертится вокруг себя. По звуку он реально хуже. По звуку, когда он набирал обороты Сима, то есть, прям по нему слышно было... Здесь не так. Что еще? Ну, как дебил крутится, это сейчас мы разберемся. Скорее всего, здесь делаем настройках. И, по-моему, слабо заберяжен аккумулятор. Очень слабо. Короче, народ, после вот этого полета, который сейчас я упал, уже отлетело одно крыло. Сравним с тем, что... А тогда вот эта вот женщина била об стену, вот эту Симу, то есть, он прям пролетел вот так, он прорубал в стену, ни одного крыла не отлетело, при том, что есть защита. Мы понимаем, что крылья здесь говно. Ну, их тяжело вообще сравнивать. Тот и больше, тот и массивнее, у того и мотор жужит. А этот больше такой на пафосе. У нас есть типа Wi-Fi, мы можем контролировать. Может быть, и это хорошо. То есть, каждый народ подбирает под себя, но крыло мы уже отхерачили. Пришло то время, когда я понял, что у этих рукоделов все крайне херово. Понимаете, что даже когда они сделали этот пульт, получилось так, что вот эта кнопка практически не функционирует. Ну, то есть, она монолитная. Вот почему он сейчас в сигнале. Ты пытаешься, вот, ты вышел из этого режима, ты только опять начинаешь щелкать, эта кнопка опять заедает. То есть, ты начинаешь, допустим, калибровать квадрик, и ты просто задолбаешься вот с этой кнопкой что-то сделать. Все остальные кнопки. Ну, вроде на уровне. Я полетел. Куда он летел? Вот посадка, посадка же, сними пульт. Я пытаешь, тут солнца не видно. А, ну все, он сел. Походу. Ну, пригони его сюда, я попробую сейчас. В смысле, он тебя не слушается? Вообще, просто смотри. Вот смотри, я отпустил, отпустился. Смотри, что творится с ним. Его вообще на срать, что мы здесь есть. Такое, знаешь, на самообслуживание. Смотри, 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 смотри. Смотри. То есть, нет, он, по сути, умный. То есть, он красиво, красиво зашел на посадочку. Народ, нас сегодня дико веселила, вот эта вот пьяная чайка. Что могу сказать в итоге? Квадрик интересный. Он, он дешманский. То есть, вы любите это, он дешманский. Но при этом он интересный. У него прикольные полеты. То есть, этот такой серьезный весь. Допустим, перед этим был квадрик. Сима такой, летает. То есть, ты его управляешь, а этому вообще насрать. Он сам летает, сам по себе. То есть, квадрик интересный. Единственное, мне хочется разобраться, почему он действительно вот это вот наяривает круги. Надо будет попробовать покалибровать, я так думаю. Посмотрю еще. Может быть, на сайте что-то было про это написано. Также стоит разобраться с приложением, скачать на телефон. И тогда в полном обзоре мы посмотрим уже, как будет смотреться, чтобы летать, допустим, здесь вот. Ну, не буду загадывать, что опять на дачу куда-нибудь захерачить. Но при этом здесь можно где-то полетать, попробовать поснимать. Вот. И первые выводы такие, что, я думаю, не стоит до обзора заказывать. Потому что, ну, реально попахивает херней. Но, может быть, к обзору мнение изменится. На этом сегодня и все. Не забывайте подписываться на паблик ВКонтакте, ссылка в описании. Ну и подписывайтесь на канал, потому что выбора у вас уже не остается. Все. Пока. То есть, допустим, ты начинаешь калибровать квадрик и ты из... То есть, допустим, ты начинаешь... Кабли... Кабли... Обзоры еды на русском ютубе набирают обороты. Я просто отстал от жизни. Давай. Хлебушку, да? Вот тебе хлебка. Галетка, галеткой закуси. Отпросим? Юрия, да. Сейчас тевтельки остынут. Я готовлю коктейль. Армейский коктейль. Да, давайте начинайте тевтелить. Тевтельки, наверное, лучше пробовать с этим... С этой подливой. С этим соусом. Но мы сначала попробуем подлив... Ой, тевтельку саму. Не знаю, мне не нравится. Они отдают киркой в томате. Да. Игорь Куркин ... Я... Сила. Продолжение следует...